Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале про путешествия. Меня зовут Богдан Булычев и это тест-драйв от путешественников. Сам тест-драйв этого внедорожника проходит на территории двух регионов Оренбургской области и республики Башкортостан. Сейчас мы находимся где-то в нейтральной зоне, но все-таки это Башкортостан, потому что предгорье Урала. По шильдику вы уже смогли догадаться, что это моя любимая Toyota. Модель же это новая на российском рынке. Модель называется Fortuner. Компания Toyota рекомендательно просила нас, чтобы мы делали ударение на первый слог, именно Fortuner. Поэтому не надо говорить ни Fortuner, ни Fortuner. Это Toyota Fortuner. Это рамный внедорожник, который сделан на базе Toyota Hilux с переделанной задней подвеской, немного укороченной базой. Но в целом, в целом, машина мне очень понравилась. Хотя только когда я сказал, что еду на тест-драйв этого автомобиля, огромное количество вопросов было. И как поведет себя портаем, как подвеска, по сравнению с первой моделью, козлит ли у нее задняя часть, так скажем, жопа машины, или не козлит. То есть было огромное количество вопросов. Сейчас на все эти вопросы я постараюсь вам ответить. А вы не переключайтесь. В этот момент можете подписаться на канал, поставить лайк. Погнали дальше. Тест-драйв начался. Сегодняшнюю серию я решил начать именно с номера. Мы приехали в Оренбург. Сегодня в Оренбурге Toyota Motors собрала, ну как они говорят, всех топовых блогеров, ребят из СМИ, из всевозможных журналов, из всевозможных порталов автомобильных, для того, чтобы мы провели тест-драйв нового форчунера и рассказали о нем, о эмоциях, которые мы получили после тест-драйва своим подписчикам. Я хочу начать с номера не потому, что он такой хороший, не потому, что я посидел там еще раз в этом роли, хотя тут все очень круто посмотреть. Мне очень нравится работать с крупными брендами, такими как Toyota, не только потому, что они делают отличный автомобиль, но потому, что они очень хорошо подходят практически ко всему до мелочей. Я вам сейчас покажу. Wi-Fi. Логин и пароль у нас в отеле именно отдельно. Toyota. Первое. Второе. Заморочились перчатки, ждать, что будет холодно, я взял с собой. И третье. Помимо всего прочего, вот такие вот пуханые крутанские. Soldiers of Fortuner, то есть солдаты удачи. Причем это еще мой любимый Red Fox. Коллаборация брендов, это вообще очень круто. Поэтому мы завтра будем все вот такие черненькие, все одинаковые. Я считаю, что это круто. У нас всех разместили как сегодня, примерно так все это выглядит. Нет, нельзя, Наташа, извини, но нельзя. Это Наташа. У нас начался второй день нашего тест-драйва. Нам достался вот такой вот коричневый Fortuner. Напомню, что ударение на первую букву не Fortuner, не Fortuner, а именно Fortuner. Мы загрузились в нашу машину. У нас следующий экипаж. Я попросил ребят, чтобы поехать по городу. Хочу посмотреть, как он будет именно себя чувствовать в городе, потому что по бездорожью, в принципе, по машине, думаю, будет все понятно. Сейчас мы поедем только на заднем приводе, на асфальте, но на бездорожье обязательно включим полный привод и до 100 км нам сказали, что мы можем прям смело на нем сжогать. Вот. Познакомлю вас с нашим экипажем. Костя, я думаю, вы, Костя, знаете. Как тебя зовут, представьте? Женя. Да, Женя фотограф, официальный фотограф нашего автопробега, так назовем его. Поэтому вот таким составом мы двигаемся в деревню под названием... Ой, какие-то большие камызяки. Какие-то, да, там. В общем, поехали в камызяки. Еще немного, пару слов про юзабилити. То есть любимая тема порулить коленкой, когда ты чем-то делаешь. Здесь очень хорошо работает. Из-за того, что, опять же, сидишь низко и коленки легко поднимаются, то есть можно смело подруливать в тот момент, когда ты вбиваешь на навигатор, там еще что-то делаешь. У тебя там очень удобно. У нового Fortuner самая крепкая рама AMV. Напомню, что это выносливость, увеличенная толщина, оптимизированное сочетание поперечин, отличная управляемость и издовой комфорт, увеличенная жесткость соединения элементов рамы, высокий уровень безопасности и прочность, повышенное сопротивление, деформация. Благодаря этому машина чувствует себя на дороге гораздо уверенней, комфортней и более собранней. Из приятных опций, которые упростят вам жизнь. Прежде всего, это цветной дисплей на приборной панели в 4,2 дюйма, удобный климат-контроль, камера заднего вида, которая, кстати, не так сильно загрязняется и работает, даже когда внедорожник едет по грязи. И электропривод двери багажники с памятью. Можно выставить нужную вам высоту и пользоваться ей с комфортом. В общем, в соответствии с новым, я не знаю, как там, техрегламентом или с новыми правилами, знак ША теперь обязателен. Мы, конечно, не злостные нарушители, но от Оренбурга до этого места, около 20 километров ехали без знака ША, не спеша. Вот. Отдельно хочу сказать, что здесь очень крутая зимняя резина. Вильнировская пранга. Мне очень нравится, мне кажется, отработает просто отлично и по грязи, и по снегу, благодаря и шипу, и своему такому хорошей геометрии. В общем, едем дальше. Прям страшно заходить. Я просто не привыкну. Не держи фаску, это резина. Немножко угла дали. Резина не держит, а вы не на это не держите. Надо выезжать на ходу, ходом. До брода мы ехали немножко на какой-то пригламуренной машине, только заехали в брод, сразу дали брызгов и все, лучший тюнинг. Вот это вот, это самый лучший тюнинг для Тойоты. Грязь, брызги, выгнутый номер, вот я понимаю, вот это вот все. Это говорит о том, что машина используется по назначению, а не для поездки в Ашан. Ну а уж про показатели внедорожной геометрии можно говорить бесконечно. Машина действительно получилась хорошая. Угол въезда 29 градусов, угол съезда 25 градусов, дорожный просвет 225 миллиметров, глубина преодолеваемого брода аж 700 миллиметров. Но, если вы видели, то мы преодолевали брод практически по капот и машина ехала абсолютно нормально. Даже без намека на гидроудар. В общем, сейчас сделаем тест-драйв тормозов. Вот где-нибудь здесь. 40-ка неинтересно. Давай больше разгонемся. Кстати, здесь стоят шины дюротрак и шипы тоже дюротрак, которые дополнительно сюда сами ошиповали, так скажем. Давай. Ну, здесь очень хорошо встало. Прямо нереально хорошо. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о подвеске. Напомним, что новый Fortuner сделан на базе Hilux, но у Fortuner иной тип задней подвески. Зависимая пятерычажная пружинная с гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечную устойчивость. В сочетании с новыми настройками амортизаторов это обеспечивает высокий уровень комфорта всех пассажиров. Напомню, мы едем по абсолютному бездорожью и в машине относительно комфортно. Есть все-таки у машин, у любой машины есть минус. Вот расскажу об одном из минусов Fortuner. То есть здесь стоят вот такие подножки. Вот видите, она здесь чистая, да? А вот здесь вот штабины грязные, вот здесь вот грязные, вот здесь. Не потому что я свин, хотя я может быть и такой, но не настолько. В общем, если говорить о блогерских таких вот, я не знаю как это правильно назвать там. Тревел-трипах, тест-драйвах и нормальных поездках, то чем они отличаются? Тем, что блогеры ухерачивают машины просто в хламину. Я вам покажу, как это происходит. И что самое интересное, что конечно в идеале должен тот, кто пробил менять, а нет. Судьба технической поддержки, так не интересно. А кто за рулем был? Кто за рулем был? Я. Я как-то понимаю, поменять желания нет. Не, я начал. Обижаешь, я его... Ведем репортаж из степей. Мы быстро приехали. Да, да, да. Для того, чтобы рассказать тем, как меняется кресло. У нас тут много народу. Сзади местные думают, что мы собираемся, наверное, сперить сейлку и немножко напряглись. Местные сюда доехали на Deonexia. Да, да. А мы, блин, на порченье не можем проехать. Может, руки не оттуда. Не, я просто говорю к тому, что, смотрите, местные напряглись сзади, думают, что мы хотим сейлку у них украсть. Они реально напряглись. В общем, пока ребята меняют колесо, расскажу вам немножко про заднюю часть форчуны. Сейчас попробую открыть его, не запачкавшись. Вот, хотя я уже это сделал. Все посмотрим, сколько там у нас все устроено. Меня бесит медленная дверь, потому что, на самом деле, медленная дверь это Toyota. Вот, я прощаюсь вам, сделайте дверь побыстрее. Это будет гораздо лучше и вообще, вот, понятно, что у нас произошло. У нас, нахуй, вот это вот крепление все открепилось. Вот, и я сейчас как раз вам покажу, как они крепятся, крепятся они вот таким вот образом. Вот, и вот тут можно настраивать еще дополнительно. Не крепил? Да, ну вот оно у нас немножко оторвалось все. В целом, в принципе... Оно не оторвалось, оно... Ну, я имею в виду, да, вот так крепление снялось, да. То есть, вот оно вот, в принципе, так на крепление. Ну, вообще норм. Единственное, что еще неудобно, то есть, как грязная машина, вот эта вот штука. Вы видите, что если я потянусь туда, то я буду весь запачивать. То есть, вот вопрос с тем, что грязная машина будет вас пачкать, это прям норма. Да, да, да. В общем, наши сборы продолжаются. Мы добрались до очередного чекпоинта и, как говорится, вот такая вот музыка играет. Чтобы печку затопить, нужно дровишек нарубить. Хорошо. Поэтому к делу. У нас есть пила Дружба, поэтому мы в паре работаем. Сергей, Богдан, очень приятно. У вас главнокомандующий сейчас все вам скажет. Да ладно, у вас тут по-любому есть бензопила, но у нас есть с собой. Молодцы. Напоминаю, что первое поколение Toyota Fortuner делалось в Таиланде и в Казахстане. Второе же поколение делается только в Таиланде. В Россию новый Fortuner будет поставляться с двумя типами двигателей. Дизельный двигатель 2,8 литра, 177 лошадиных сил. И бензиновый двигатель 2,7 литра, примерно на 163 лошадиные силы. Конечно, популярным в России будет именно дизельный двигатель, потому что он является абсолютно неприхотливым и подходит для использования в наших широтах. И нужно не забывать, что эту машину все-таки будут использовать по назначению. Мы только что пообедали и отправились дальше в путь. С обеда за руль сел я. Костя мне его уступил. Ну, оффроуда не так много. Едем практически просто в такой федеральной трассе Колыма, но без гравийки. Больше такая глинистая какая-либо дорога вдоль полей. Вот. Поэтому могу сказать, как он себя ведет на такой дороге. Ведет себя предсказуемо. На И4ВД едет очень хорошо. Когда включаешь, конечно, только задний привод, машину подтаскивает. И если вне систему курсовой стабилизации, то я думаю, что при плохом навыке вождения можно на ней в коветик выгодить. Вот. Но в целом машина едет очень хорошо. Единственное, что нужно привыкнуть к тряске. То есть, если пересаживаться на эту машину с более комфортной машиной, то так как кажется, что ее трясет, она немножко прыгает. Он, кстати, не так сильно козлится, как предыдущий Форчунер. То есть, Форчунер первой генерации гораздо сильнее козлился. Здесь, наверное, мне кажется, все-таки поднастроили заднюю подвеску. Вот. Поэтому машина едет гораздо мягче. Но если вы пересаживаетесь на эту машину с УАЗика, я не знаю, с любой другой, с легковой какой-то. То есть, машина не классом выше, да, внедорожника, там серия Land Cruiser 200 или даже Prada, то машина будет очень комфортной. То есть, все-таки здесь хорошая посадка. Она, конечно, больше легковая, но при всем при этом очень комфортная. Машина хорошо рулится. Есть неоднозначная работа мотора на низких оборотах. Но я думаю, что со временем коробка адаптируется под водителя и будет ехать нормально. Потому что, когда мы только сели за эту машину в отеле, она практически не ехала. Наш газ, она там долго думала. Были очень короткие... Короткая передача быстро. Очень короткая передача была. То есть, практически не было. Газ нажал, он сразу переключает. Сейчас коробка уже адаптировалась под нас. И она уже выкручивает гораздо больше оборотов. Едет гораздо плавнее там, где это нужно. А там, где нужно поджарить, наоборот, хорошо поддаёт. Поэтому, в этом плане тоже хорошо. По скрипам, по каким-то сверчкам особо такого ничего обнаружено не было. Что-то у нас тут прям кало в подстаканнике. Мы сами сюда поставили термос. Да, и часы. И немножко у нас не отрегулировано. Вот сейчас слышно или нет. Заднее сиденье третьего ряда, которое немножко привыкает. То есть, как нам сказали, если его правильно отрегулировать, то этой проблемы не будет. С нами сзади, напомню, едет фотограф этого проекта. И вот все время пол дороги фотографирует, пол дороги спит. Ну, в хорошем смысле этого слова. Наверное, раз спит все-таки. Да, и я хочу спросить, что, как тебе там заднее, расскажи. На удивление очень комфортно. Я думаю, что мне не удастся поспать. Но, напротив, очень хорошо опустимся. Вот. А что касаемо, подходит ли эта машина для путешествий или не подходит эта машина для путешествий, Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра мы с Костей обязательно здесь разложим салон. Попробуем его разложить вдоль и поперек и понять, подходит ли эта машина для путешествий и для того, чтобы в ней спать без демонтажа задних кресел. Машина на скорости 120 км в час по асфальту едет очень легко. Разгоняло мы ее максимумом 175 км где-то примерно. Ну, можно было бы и до отсекателя, да, как бы доехать, но это уже там бессмысленно. То есть там понятно, что она после 150 км идет очень своеобразненько так. Вот. 140-150 в принципе комфортно на ней ехать, 120 очень комфортно. По асфальту идет хорошо, несмотря на ту резину, которая сейчас у нас стоит. Вы же знаете, что я не могу без минутки чего-то интересного и полезного. Вот едем мы на нашем тест-драйве и уже, казалось бы, все, снег практически везде. А что люди делают? Люди вот берут, собирают вот турнепс, по-моему, я не знаю, как там. Собирают турнепс. Турнепс же, да, это? Да? Не расстреляют же меня, наверное. Турнепс. Замерзший причем. Возьму одну, попробуйте. Турнепс. Турнепс. Это вам не на «Форджере» ездить? Мы, конечно, могли бы их сейчас дёрнуть, но у нас просто график, поэтому не в этот раз. Вы же понимаете. В общем, на сегодня наш день, именно день тест-драйва подошёл к концу, даже я бы сказал день вождения за рулём и вообще движения в автомобиле, мы приехали в базу Парус, которая находится в этом населённом пункте, Нарус, по-моему, он называется, вот, вернее, база отдыха, лесная сказка, вот такая вот сказка. Ну что, первый день закончился и в номинации самый грязный автомобиль выиграл наш экипаж. Ну, потому что мы же приехали сюда не просто так. Напомню, что в этой машине есть третий ряд сидений и в нашем случае, когда мы ехали, левая была плохо закреплена, она постоянно дребезжала, а правая была абсолютно вот хорошо. Соответственно, в этой машине нужно обязательно вот вручную затягивать фиксаторы третьего ряда сидений, потому что если вы их не затянете, то будет примерно следующий. Вот здесь, видите, вот так вот потёртый пластик, он дрётся об этом, примерно вот так это выглядит. Вот, поэтому, чтобы такого не было, нужно чётко фиксировать, ну и вот так вот они складываются, вернее, раскладываются. Вот так мы сложили, второй сделаем, вот это вот третий ряд сидений. Здесь, в принципе, место более чем, то есть, если этот мы немножко двиганём, пол низкий относительно и хватит. И здесь, в принципе, положить больше, чем дископятом даже. И забываем про самое важное в машине, это всё-таки второй ряд, потому что здесь будут ехать ваша семья, ваши дети, близкие, друзья. Сразу давайте начнём со следующего. Во-первых, это сидение настроено ровно за мной. Во мне где-то примерно 182 сантиметра чистого роста. И если я сижу за собой, то, ну смотрите, сколько места ещё. Место более чем наверху, с местом тоже всё в порядке, если я прижму шум бубончик, то место более чем. Здесь сразу у нас есть нормальный хороший подлокотник. Подлокотники есть, стаканчики отдельно для левого, отдельно для правого пассажира. Ещё здесь есть чудные вот такие крючочки. Отлично, можно что-то повесить, можно пакет там с ленты Сашана сюда повесить, что-то в дороге. Очень удобно. Если бы в путешествии, я бы сделал следующее. Когда тебе нужно сделать какой-то пакет с мусором или закрепить пакет, то можно поставить в центр пакет и закрепить его на две. Будет абсолютно отлично держаться. Вот. Также сзади здесь у нас есть розетка на 12 вольт, 120 ватт. И напомню, что USB в этой машине всего одно впереди, а розеток здесь три штуки, которые, в общем, которым можно активно пользоваться. Но это ещё не всё. Самое главное, что здесь есть отдельные зоны климат-контроля. Ну, что ещё? Я сейчас закрою ещё дверь. Здесь очень мне нравится, вот что мне нравится всегда в Toyota, очень сильно, то, что примерно на одном уровне находится подлокотник между пассажирами и подлокотник на двери. То есть ты сидишь очень комфортно в этом плане, у тебя нет какого-то неперекоса, ничего. Это очень хорошо в Toyota. Вот. Ну, и в целом все материалы вполне себе добротные. Единственное что, единственное что, у автомобиля нет подогрева задних пассажирских кресел. Это, конечно, плохо. И второй минус, это нераскладывающие сиденья. То есть здесь нельзя разложить сиденья так, чтобы в автомобиле можно было ночевать. Это связано с тем, что у нас есть третий ряд сидений. Вот. Мы не можем делать из-за этого. Но даже если мы демонтируем третий ряд сидений, всё равно спинка не разложится ровно. Она, конечно, разложится назад, но вы видите, здесь высоко поднято крепление спинки, которые просто будут бугром. Поэтому, сложив спинки, да, они ещё складываются, их можно сложить и убрать их так вперёд. Как в комплектации с Prado, по-моему. Да. Ну вот. Правильно? Да. Задуманно. Да, собственно, вопрос какой. Вот этой длины вам не хватит, этой длины абсолютно, чтобы спать. Только, возможно, детям. Поэтому, если вы собираетесь путешествовать на этой машине, демонтаж второго ряда и третьего ряда вам гарантирован. Так, ну что, самый главный вопрос. Кастрированный ли здесь третий ряд сидений или он полноценный? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно залезть туда. Кстати, вы видели, как легко одним движением можно открыть заднее сидение и попробовать здесь расположиться. Причём, я это делаю сам спокойно, сам с собой. И ещё, по-моему, даже смогу его отрегулировать. Да, смогу отрегулировать. Ну вот, честно скажу, всё, приехали. То есть, влево мне мешает вот эта часть, вправо мешает эта часть, вверх мешает, собственно, крыша. Соответственно, вывод какой? Если бы я сидел бы здесь во время нашего движения по дорогам Оренбургской области и непосредственно Башкортостана, то, собственно... То твой башка очень хорошо сильно будет, да, этот Бобо, вот. Поэтому третий ряд сидений всё-таки для детей. То есть, дети тут будут чувствовать себя хорошо. Вот для взрослых, к сожалению, не пойдёт. Сидеть на этих креслах очень удобно. Регулировки вниз, то есть, вперёд-назад, на поле у нас есть. Есть регулировки спинки, плоскости. И сами по себе, вот сама по себе геометрия, она очень удобна. В этом плане здесь, конечно, очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Пока мы ехали, у нас закончилась омывайка. И, пользуясь случаем, как раз мы сейчас зальём, посмотрим, что у нас находится там под капотом. Делаем это первый раз. Всё, в принципе, по ней даёт. Понятно. Единственное, ну, как всегда, здесь нету никаких, так скажем, вспомогательных, как правильно назвать, цилиндров, которые не помогали бы легко открывать крышку и легко её закрывать. Вот, много пластика. Сегодня мы весь день катались по бездорожью и можем посмотреть, что, в принципе, двигатель закидывает сильно. Что говорит о том, что, как бы, здесь вот с уплотнительными резинками, у них просто нет. Вот, в принципе, для машин такого класса это норма. Вот, но для машин классом выше, то есть, Land Cruiser Prada и Land Cruiser 2, это, конечно, недопустимо, и там такого нет. Вот, капот у Fortune, ну, он такой тяжёлый, действительно. Капотом просто можно прям качать, там, переднюю дельту, это как минимум. Ну, мы можем посмотреть, вот, как он закроется, вот, даже с такой большой высоты. Почему он такой монументальный, просто. В общем, второй день нашего тест-драйва от Toyota Fortune продолжается. Мы сегодня вашим девочкам и уезжаем из этого замечательного места. Сегодня у нас будут горы. Общая продолжительность маршрута 420, примерно, где-то километров. Вот, 100 с копейками будет доезден к основной. Основная часть маршрута, честная Рубилова, вот по такой вот ледяной заснеженной дорожке в предгорьях Урала. Поэтому будет весело. Второй день начался, погнали. Для подключения полного привода не обязательно останавливать машину, можно это делать прямо на скорости, на скорости до 100 километров в час. Вот, как сейчас мы едем, да, я отпустил педаль газа и включил 4 ВД. В этот момент мигает индикатор, как он перестал мигать, всё, значит, всё включено, и можно дальше ехать. Главное, не зацепить тетю и не увезти её с нами. У неё полки. Компания Toyota на тест-драйве предусмотрела всё абсолютно. У нас есть вода, есть с собой всякие вот для бранча бананчики, шоколадки, куча всяких наборчиков. Поэтому тестируемые от голода не страдают. У нас всё хорошо. Салам алейкум. Салам алейкум. Ещё раз хочу подвести итоги нашего тест-драйва о новом Toyota Fortuner. У машины есть пониженный ряд трансмиссий, прочная рама, защита от повреждений. В комплекте сразу идут АТ-шные шины. Дорожный просвет 225 миллиметров. Артикуляция колёс, управление 4ВД, блокировка заднего дифференциала, два двигателя в линейке, 2.8 дизель, шестиступенчатая автоматическая коробка передач, 2.7 бензин, шестиступенчатая механическая коробка передач и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Ну и всевозможные системы антибукс, антиюз, помощь спуска с горы и ещё много-много разных полезных девайсов. Прошло два дня наших тестов, я уже привык к этой машине и могу сказать, что машина мне очень нравится. Если говорить, подходит ли эта машина для путешествий или не подходит, то мой ответ однозначно да. Конечно, необходимо будет провести кое-какую трансформацию салона, если вы хотите установить сюда спальный модуль, потому что без спального модуля или без демонтажа второго и третьего ряда сидений здесь не обойтись. Но внедорожные качества, её вес, расход и куча-куча плюсов этой машины позволяют на ней с комфортом добираться до любой точки практически на нашем земном шаре, куда можем доехать на автомобиле и, что самое главное, с комфортом. Поэтому Toyota Fortuner отличный автомобиль, который лично я вам для путешествий бы рекомендовал. Спасибо, что посмотрели мой обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вы знаете, это необходимо, ну и прежде всего это мотивирует меня делать видео для вас дальше. С вами был Богдан Булычев, до скорых встреч, хороших вам путешествий. Субтитры сделал DimaTorzok